Всем привет! Вы находитесь на канале Орхидея Мария. Я за легкий уход, легкий полив, пышные и здоровые наши орхидеюшки. И обещала вам показать, как будет выглядеть вот эта орхидеечка, когда распустит все свои 35 цветочков. Очень красивое пышное цветение и потрясающей красоты растения за счет вот этой охапки цветов, конечно. Хочется рассматривать, любоваться и как будто бы в облако какое-то окунаешься. Спрашивали, как называется этот сорт. К сожалению, я не знаю, поэтому если у кого-то есть этот сорт и вы знаете название этой орхидееки, пожалуйста, подскажите нам. Оказывается, у моих зрителей тоже есть этот сорт. Так вот, по порядку о том, как я ухаживала и почему она у меня так цветет. Эта орхидеечка у меня находится где-то полгода. Летом я ее принесла домой и она была взрослая уже изначально. Это первая. Второе, что я вам хочу сказать, на этой орхидеи была такая же, если не больше, шапка цветов. То есть она предрасположена к этому цветению. Это мультифлора. И у нее изначально было 4 цветоноса. Я вам уже показывала и рассказывала о том, как я обрезаю эти цветоносы, либо не обрезаю. И многие сказали, что это не эстетично. Оставлять такие рога нужно срезать, а потом подарят вам пышное цветение от орхидеи со следующего цветоноса. Я считаю, что не нужно обрезать эти цветоносики, потому что они еще зеленые. И, как видите, результат, он, конечно, потрясающий. Не все мои орхидеи цветут такой шапочкой. Не все мультифлоры цветут такой шапочкой. Вот данный экземпляр просто очень крепкое растение. И у нее изначально, еще раз повторюсь, было 4 цветоноса. Смотрите, раз, два, три. Вот там вот четвертый цветоносик. И каждый из этих цветоносов пробудил на себе какую-то почку и выдал, соответственно, еще один цветоносик. За счет этого получается такая пышность. Но дело в том, что еще один секрет в том, что я не пересаживаю свои растения сразу же. Кто давно на моем канале, вы об этом знаете. А новые мои зрители, конечно, задают вопросы, каким образом и почему растут и цветут так орхидеички. Дело в том, что я года 4, наверное, уже рассказываю и показываю свой результат непересаженных орхидей. И как можете видеть, вот спустя получается полгода у нас хорошая корневая система, легкий очень полив, чрезвычайно, я бы сказала, легкий полив. И за счет того, что растения не стрессуют сразу после пересадки, ожививл в том же горшочке, с тем же грунтом, с тем же, со своим родным торфяным стаканчиком, который я абсолютно не боюсь, оно вот таким образом сразу же начинает следующее цветение выдавать очень пышно и красиво. Не только это орхидейка, а многие другие. Листья у нас в тургаре хорошие. Их всего-то сколько? Раз, два, три, четыре, пять. А нет, их довольно много. Шесть, семь, восемь цветочков. То есть можно сделать вывод, что взрослое растение, и оно за счет этого еще, конечно же, у него такое цветение. Стоит у меня эта орхидея на северном окне под подсветкой. Вот меня спрашивают, какие фитолампы у меня. Коротко скажу, что эта орхидея стоит, это не реклама, просто я вам рассказываю, под лампой мини фермер, которая называется цветонос. Она имеет длину метр двадцать и очень даже хорошо под ней цветут. В принципе, зацветают все орхидеечки мои. Поливаю я ее, наливая в кашпо водички, где-то на один, два и три даже пальца. Потому что чем больше цветочков, тем больше орхидея пьет. И я не боюсь, что загниет ее ствол или там как-то торфяной стаканчик принесет какие-то неприятности моему растению. Вот таким образом полила и до следующего раза. Если кто-то хочет из новых зрителей узнать более подробно, каким образом я поливаю, сливаю ли я воду. Ну, в общем, не буду повторяться. У меня есть видео на эту тему. Я оставлю ссылочку и посмотрите. Влажность у меня прыгающая. Она где-то бывает вообще на нуля, а бывает под 90. Но в среднем она хорошая такая. Влажность примерно в среднем 50-60%. Я не опрыскиваю свои растения. Ничего с ними больше такого не делаю. Поливаю я либо отстойной водой, либо водой с удобрениями для цветения, либо для здоровья растений, орхидеи именно. Про свет я вам сказать не договорила. Подсветка у меня на этом окошке минимум 12 часов. Светит, а то и все 14. То есть световой день у меня и летом, и зимой там где-то от 12 до 14 часов. Закрался вопрос у подписчиков, использовала ли я цитокининовую пасту. Девочки, дорогие мои, не пользовалась я этой пастой, потому что даже нет такой необходимости, если правильно подобрать уход к орхидеям, и самое главное их не тревожить, они сами по себе начнут красиво цвести. Посмотрите, какая красотища. Я прям налюбоваться не могу. Ждала. Она самая первая у меня сейчас распустилась из всего осеннего количества цветоносов. Вот она меня порадовала. Сейчас начинают также распускаться и мои согу юкиданы. Пошли первые цветочки. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, пошли, начали распускаться. Уже второй цветочек. Вот один, вот второй. И не переживайте, вот кто-то показывал свои цветы, согу юкиданы по мере роста набирают размеры своего цветка. Если у вас молодое растение, оно со временем только становится больше и больше, в том числе цветочек. И вообще даже крупное растение, вот у меня взрослое, да, я вам уже показывала растение с вот такой мощной розеткой. И они тоже сначала небольших размеров, а потом увеличиваются в размерах. И на этот раз у нас, смотрите, вот это вот цветоносик выдала, веточка, вот этот цветоносик тоже. И вот здесь вот тоже, вот этот вот цветонос тоже относится к белому согу юкидану. Вот он розовый. Сейчас я вам покажу один цветоносик, второй цветоносик, вот здесь вот третий. То есть они в этом году у меня выдали по три цветоноса, и я думаю, что будет очень красивое цветение. И задали мне еще вопрос, именно про антуриум, как я его поливаю. Это мое первое растение, антуриум, поэтому ответить могу просто, что я только начинаю с ними дружить. Не пересаживала так же. Стоит в покупном стаканчике. Наливаю просто воды. Воды, ну вот полностью, аж вот до сюда, по краю вот этой вот подставочки моей. Набирается, он выпивает. Я смотрю, день, второй, если не выпивает, я выливаю водичку, а если выпивает, то и хорошо. И потом просушиваю прям вот досухо. И все хорошо, растет. Вот там второй цветочек. Я его удобряла осмокотом, насыпала осмокот. И вот говорят, что в сентябре они не цветут, но у меня цветут, именно зацвели в ноябре. Не в сентябре, а осенью они начинают отцветать. Может быть у кого-то по-другому. Такой он интересный. Это мини. Потрясающее покрывало. Я прям налюбоваться не могу. Первый домашний цветок. Такой красивый. Очень красивый. И вот эта вот часть, она наполовину белая, и кончик такой желтенький. Красавец. Новый листочек. Прям блестит. Ну, отдалилась я от темы, конечно. Просто когда что-то впервые происходит, уделяешь этому много времени. Ну, вот под этой же лампой, смотрите, тоже еще один цветочек будет распускаться. Моя бабочка. Еще один цветоносик у другого растения. И здесь тоже у нас на еще одной растюшечке 4 или 5 цветоносов. Я вот уже сбилась даже. 1, 2, 3, 4, 5 цветоносов. Ну, в общем-то, я довольна я этой лампой, девочки. Еще раз говорю, это не реклама, просто слишком много вопроса про лампы. Давайте еще раз напоследок покажу вам эту королевишну мою. Полюбуемся еще раз ее красотой. Еще вот последний бутончик, он уже лопнул. И последний уже. И тут главное не то, что не ждать, пока пересохнут корни и только потом поливать. Нет. Теперь главное не пересушить, чтобы эта красота сохранялась как можно дольше. Вот такая красотища. Очень красивая девочка. Благодарю всех за внимание и желаю вам тоже, чтобы пышно цвели ваши орхидейки, чтобы они вас радовали, чтобы было минимум ухода. Все. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.